Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон» и я, ее ведущий Александр Крузе, приветствую вас. Сегодня мы продолжим беседовать с актерами и музыкантами, семейной читой Антоном и Викторией Макарскими. Антон Макарский – российский актер театра и кино, певец-музыкант. Родился в городе Пенза в актерской династии. Антон с 8 лет принимал участие в театральных спектаклях на профессиональной сцене. После окончания школы Антон поехал покорять столицу, где поступил в Щукинское театральное училище. По окончании вуза Антон принял решение уйти в армию. После полуторамесячной службы в конвойной роте был командирован в академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России. В 1999 году Антон прошел кастинг на первый мюзикл в России – «Метро». Там же он познакомился со своей будущей супругой Викторией. Виктория Макарская – в девичестве Морозова, певица и продюсер. Родилась в белорусском городе Витебск в семье военного. Детство Виктории проходило в засекреченных прибалтийских гарнизонах, но суровая окружающая атмосфера не повлияла на раски талантов девочки. Вика постоянно устраивала домашние концерты, пела, в 15 лет стала солисткой в оркестре. После окончания школы уехала в российскую столицу, стала выступать с группой, поступила на режиссерский факультет ГИТИСа. В 90-е годы занималась собственным сольным проектом. Спустя год после знакомства пара обвенчалась, а еще через три года прошла государственная регистрация брака. С начала 2000-х годов Антон Макарский активно снимается в фильмах и телесериалах. Известность актеру принес мюзикл «Нотр-Дам де Пари», в котором он играл одну из главных ролей и исполнил основную музыкальную тему мюзикла – знаменитую «Белль». В 2002 году у Вики возникли проблемы с голосом, ей пришлось временно уйти со сцены, но она быстро нашла себе новую работу, став продюсером собственного мужа. Сегодня Антон и Вика много гастролируют со своим коллективом. Помимо концертной деятельности, Макарский – частые гости на телевидении, Антон продолжает актерскую деятельность. В 2012 году у пары родился долгожданный первенец – дочка Маша, а в 2015 году появился на свет сын, которого назвали Иваном. В предыдущей программе. Разное, но было ясно, что вот это совпадение такое, что то, что не хватает у меня, есть у Вики, что не хватает, что полностью отнято у Вики, есть у меня. Любовь – это Бог, любовь – это бесконечность. Дети – это необязательное условие брака. Их может не быть, их может Господь не дать. У нас крестный просто монах и строит сергиевый лавр, и вот тоже благодаря его молитвам. И потом вы ее детство прошло на святой земле? Да. Да, да. Можете поделиться радостью пребывания в этом начале-начал? Не всем давайте даже побывать, а мы жили много лет. Это подарок, боже, самый большой подарок, что, во-первых, нечаянно мы туда попали. Мы не чаяли, не ждали. И я не хотела ехать сначала, я помню, не хотела категорически. Но получилось так, что в Москве сказали, что я не беременная. И я вот этот же день улетела в Израиль, где сказали, что я беременная. То есть это была такая вынужденная медицинская подстраховка. И так получилось. Вот я там оказалась, я думала, что прилетела на неделю. И в результате задержалась, я сейчас сказала чисто израильском, на неделю. И задержалась на 4,5 года. Вот эти 4,5 года я ежедневно благодарила Бога за то, что вот так получилось, так сложилось, что я оказалась на святой земле, что Господь мне дал там пожить. Потому что описать это словами невозможно. Когда вот ты каждое утро просыпаешься, дышишь этим воздухом, ходишь по этой земле. А вы где жили, в каком месте? Мы жили в Бадьяне, это русский город, где живет огромное количество... Ну как, живет грузины, украинцы, армяне. СНГ вообще. Да, но считается это русским городом, потому что все говорят по-русски. И я до сих пор... Вот просто я скажу. Маша и Ваня родились в Иерусалиме. Маша была крещена через неделю в храме Марии Магдалины в честь Марии Магдалины. И Ваня был крещен в Горнинском монастыре в честь Ивани прийти. Ну как, ну вот одно это, уже просто вот все. Вот я думаю об этом, и меня прошибает. Ну просто прошибает. А как мы во время беременности, мы уезжали в Горнинский монастырь, и я помню то состояние, когда вот поживешь там 2-3 дня. И настолько твое сознание меняется, что ты не понимаешь, как ты сейчас выйдешь за ворота. Вот спустя 2 дня... А что ты сейчас начнешь? Я очень люблю там гулять по кладбищу в Горнинском монастыре. Почему-то, вот я не знаю, вот после литургии, там все отправляются немножечко передохнуть, там кто-то поспать, что-то. Мне так было жалко времени. Я пошел на кладбище и как-то вот ходил, гулял, изобрел, видимо, вышел за пределы в Горнинском монастыре. Увидел ребят, которые что-то там копали, что-то делали, общались, какой-то магазинчик. Это просто я физиологически почувствовал вот этот вот страх просто того, что как я вышел отсюда за пределы, хочу обратно, вообще не хочу выходить. Вот там немного находишься, и ты просто не понимаешь, как можно жить по-другому. А потом выезжаешь, опять втягиваешься в эту круговертию. Ведь монахи именно, по-моему, этого монастыря вам помогли в рождении детей, правильно? Нет. Общая молитва, вот вы рассказывали. Молились? По соглашению. По соглашению. Ой, как молились. Расскажите об этом немножко подробнее. Это разобновило эту древнюю традицию. Отец Владимир Головин в городе Болгар, в храме в честь мученика Авраамия Болгарского. Болгар находится между Казанью и Ульяновском, такая особенная там земля. Вот. И в одно и то же время все православные люди, кто включены в эту молитву, они встают на Акафист. Там, например, те, кто хотят ребенка, и там у них не очень получается, как в нашем случае. Вот. Мы молились Акафистам «Нечаянная радость», перед иконой Богоматери «Нечаянная радость» в 20.30 каждое воскресенье. А как молятся во всем мире о детях, если какие-то проблемы у детей в 20.00 по воскресеньям покров Богородицы? Вот все мамы, папы в мире православные, кто знает о молитве по соглашению, представляете, в одно и то же время в 20 часов по Москве начинают молиться за свои детей. Там, где двое или трое собраны во имя. В четверг Николаю Чудотворцев 20.00. Можно посмотреть на сайте православных бунтов, расписание. А сейчас около миллиона человек, наверное, включены в молитву по соглашению. Хотя многие батюшки, знаете, говорят, ну что, вот придите в храм, да помолитесь, мы же всем вот храмом молимся. Какая разница? Я знаю, что некоторые батюшки, ну, так скептически относятся, но стоит это попробовать. Потому что, когда ты в одно и то же время становишься на молитву. Ты ощущаешь это соборность по всему миру. И ты чувствуешь, что по всему миру сейчас с тобой как минимум полмиллиона человек молятся одновременно. Даже нам один монах рассказывал, что он говорит... Ты совершенно по-другому читаешь этот доказательство. Один, да, иродиак нам так признавался, я не буду называть его имя, он говорит, я очень трудно мне всегда давалась келейная молитва. Я понимал, что вот в храме там служба, все, а вот не могу я в келье. Ну, могу, конечно, пересиливаю себя, но с большим трудом всегда. И там я взял богословение на молитву по соглашению, и вот с таким же настроением начался. И вдруг я почувствовал то же самое, что чувствую в храме. Подъемы, это дыхание. Такое соборное. Это действительно потрясающе. Чудо данное на века. Мы очень сбивчиво про это рассказываем. Это лучше открыть там сайт молитву по соглашению. Все про это. Есть сайт мой духовный маяк, который сделали. Духовный маяк? Мой духовный маяк. Да, есть сайт... Православный болгар. Православный болгар. Там тоже можно узнать о молитве по соглашению. Но лучше всего, конечно, послушать проповеди того человека, который эту традицию возобновил отца Владимира Головина. Он очень подробно об этом рассказывает. Приводят множество примеров чудеснейших, которые происходят по этой молитве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 официально назван годом российского кинематографа вас как актера я хотел бы спросить не возникал ли в вашей жизни диссонанса вашей профессии и образа жизни православного христианина конечно возникало и несколько лет назад я ну началось с того что я начал у своего духовника брать благословение на уход из профессии от алексия он не благословен он наоборот очень хорошо относится к творческим профессиям говорит раз господь поставил вас на это место служите своими способностями своими талантами богу людям говорите просто если есть возможность говорить о блоге называется лицедейство это как-то пренебрежительно относится к лицедейство я понимаю почему это делают и у меня это до сих пор не срастается где моя профессия и где православие не срастается я пока не могу это срастить потому что так или иначе любой проект там кино или сериал он перечеркивается единственное оправдание которое может быть что это типа это не я это образ то есть это я работаю на дом это другой но ведь сложно в жизни все равно вот этот образ он же может найти я делаю этот соблазн я приношу с другой стороны еще одно оправдание может быть что я могу после фильм или после какого-нибудь сериала пусть даже вредного и может быть для многих являющиеся соблазном я могу сказать об этом придет другой человек сыграет да будет говорить как это прекрасно здорово да и вообще зачем вам ходить в храм смотрите наши фильмы не переключайтесь ну а я могу сказать что да мне трудно это сочетать вот не веря своему духовному отцу я поехал как раз отцу владимиру брать благословение тесла не мир практически повторил те же слова отца алексея что господь тебе поставил служи ты на своем месте их как я а я был уверен что он скажет кто актер ну-ка схватит какой-нибудь веник в прогонит меня из храма в деревню там спасаться еще что-то борода валенки лопата в руках я был готов я хотел это и тут я получаю ответ просто противоположный тому к чему я готовился и что в принципе себе там навоображал ну опять же таки а что я умею ну да руки к откуда там вроде надо растут но не сталкивался такие образы воспитывали особо зрители я все так улыбнулся когда 2016 год объявлен годом кино потому что практически все проекты встали и это прекрасно и пусть это будет десятикратный год кино хотя бы не будет выходить тот объем низкосортно сериального мыла который ежегодно выкидывается на рынок люди единственно только слюну не теряя смотрят в эти ящики зомбирующие население вот а тут прекрасно год кино может быть имеет смысл присмотреть действительно может посмотреть действительно хорошие фильмы классиков мирового кинематографа почитать я сейчас читаю захлеб перечитываю оказывается я не читал я сейчас недавно прочитал карамазовых оторваться невозможно сейчас читаю капитанскую дочку пушкина невозможно вот маша засыпает у нас похоже я тоже самое тот же самый список вот просто я не могу это рвать этот потрясающий так вот может быть действительно этот кризис это как некий такой очищающий процесс идет в первую очередь мозгов только вот пореже включать новостные еще программы надо поэтому да слава богу за все вот я тоже последнее время пытаюсь в действие привести совет старцев до благодарите за все за все не только за то что нам нравится нам хочется за то что там мы выпросили вы клинчили за все вот сегодня ваня устроил на погода меняется в два часа подъем и видно что он хочет спать и не может и крутится по кроватке в часочек века с ним побыла я уже чувствую она с ним разговаривает как-то так по-взрослому слишком такой плане ты понимаешь что ночью надо спать ну год парня да он сейчас я уже все иди давай я с ним я два часа сидел с ним вспомнил все молитвы которые знал и вот вот именно вот это я пытался слава тебе господи слава тебе за то что вот ночью ночью ты меня поднял через моего ребенка а было время когда я прям вот такую молитву что вот господи сотвори в них наше спасение в наших детях дай нам через них понять принять утвердиться укрепиться в твоей истине вере надежде любви покаяния я вот просто вот-вот выпрашивал и тут на ночью встань и посиди с ребенком и докажи не докажи а просто прояви свою любовь не тряси его не укладывай спать не ори чуть-чуть жертвы чуть-чуть жертвенно чуть-чуть два часа ночью побыть с ним когда все спят и ты глава семьи встал и с со своим сыном пусть годовал но ты помолился посидел подумал всех перекрестил всех поминул на тебе и он уснул и до восьми утра спал прекрасно слава тебе боже не идти вот так вот а нет спи всем надо спать прими и поблагодарить за то что происходит кто знает может я поблагодарю бога научусь искренне благодарить за то что у меня такая профессия прости господи какой зрелый взгляд на на жизнь вообще я в своем возрасте сейчас даже в рамках этого интервью смотрю у меня просто тоже маленькая дочка и у нас есть чему учиться у вас мы в рамках музыкальной программы уже подходит концу наше время совсем забыли поговорить о музыке сейчас работаете в двух словах это вика какие гастрольная жизнь слава богу несмотря на кризис слава богу что наш концерт не просто ездит даже ездит на гарантию они на кассу как сейчас музыканты меня поймут как это здорово но я могу сказать что то что сейчас происходит в нашем творчестве то что сейчас происходит в музыке и вообще в концертной деятельности все это большое чудо потому что вот антон говорит что он никак не мог понять где вот это вот где это пересекается актерская профессия то то что происходит с нашим живым концертом это это общение со зрителями и та любовь которые мы можем поделиться этот весь опыт багаж семейной жизни родительской каким бы он ни был он уже есть вот этим мы можем поделиться и вот эти концерты это такая радость которую нам господь подарил и вот это то как раз вот что даже уже не вы знаете уже даже не важно что петь да ты выходишь на сцену и ты понимаешь вот она я у меня никогда не было сомнений мне никогда не было сомнений потому что всегда я понимала зачем выхожу выхожу говорить я я выхожу на сцену не себя показать не голос свой показать не фигуру свою показать не новое платье показать нет это вообще все на сто тридцать восьмом месте я выхожу сдерживает выхожу выхожу просто вот поняли с радостью радуйтесь христос воскресе и не говоря даже это словами все каждой нотой каждой буквой каждым всем смыслом общением у меня это вы знаете у вас даже музыканты светятся на сцене вот они когда стоят у вас такая любовь в коллективе своим отношением к музыкантам своим отношением каждому зрителю вот на этом месте быть я никогда не сомневалась что это место наше вот как бы антон меня просто душил это был какой-то нет нет я тебя душил только собой он меня по поводу вот этой женщине наоборот я не пойду и все всеми правдами неправдами на сцену а у меня этих сами не было никогда и я я благодарю бога потому что я даже не знаю как я все могу господи ты помоги мне тебе послужить ты мне столько дал ты мне столько да ты не даешь больше чем я могла на мечтать чем я заслужила чем но ты мне это даешь помоги пас в этом что ты мне даешь послужить себе ты дашь мне детей помоги их воспитать во славу божию чтобы эти дети служили тебе ты мне даешь профессию ты мне дал голос ты дашь мне музыку дашь мне возможность выходить к людям работать помоги господи вразуми я сама ничего не помоги вразуми без молитвы без того чтобы вот помоги помоги это очень дерзновенное слово помоги предполагает так что я что-то делаю а ты мне помоги нет просто вытащили не и со мной тех кого я без кого я не могу тех за которых я отвечаю даже если я вытащусь ну там предположим да но не вытащится мое я или мои дети за которых я отвечаю я не вытащусь поэтому это не помоги это господи помилуй на ферме других слов милости и будем не грешно антон века заключение нашей программы я хотел бы попросить вас сказать несколько слов всем нашим телезрителям пожелать что-нибудь доброго да я последнее время одного желаю счастье счастье не слова сейчас как нас учили в школе понимая этимологию это слово с частью это однокоренное слово со словом причастие и когда ты с частью бога когда ты вот можешь ощутить себе вот маленькую маленькую часть любви о которой мы столько много говорим так мало чувствами тогда все понятно тогда вопросов не возникает когда приходят одни ответы и тогда где бы ты ни был какие бы условия в какие бы условия это не попадал ты счастлив ты счастлив по-настоящему не сиюминутным мгновением освещен вот тем божественным цветом любви а я женщину хочу обратиться конечно я бы того по нашим пришел по ручек и себя пошлил могу на своем вот опыте уже такой стаже как на 17 лет вместе с антошей сказать такую очень важную вещь как совет что ли когда мужа слушаешься даже если тебе кажется что муж абсолютно не прав даже тебе кажется что совершенно не разбирается в этом вопросе в котором он сказал допустим нет а ты понимаешь что да надо вот я то своим и бабе интуиции и мозгами своими такими умными понимаю что нужно так а он говорит нет вот когда ты поступишь так как муж говорит господь потом такую благодать дает и даже выравнивает любую ситуацию даже вот те кажется ну все вот он ничего не понимает вот он сказал так а я так поступить не могу но если ты послушалась мужа господь видя твое смирение обязательно выправить ситуацию вот в нужное русло спасительное полезное и потом такая радость потом эту запись обязательно мне дайте я буду и периодически показывать я это говорю сейчас уже для меня это такие открытия для меня для самой такие открытия потому что я муж ужасно не слушалась в начале семейной жизни не слушала прошедшим времени об этом сейчас я тебя уже слушаю ну ладно хорошо провал спасибо вам большое за встречу я от себя лично и от всех наших телезрителей хотел бы вам подарить икону образ божьей матери непроходимой дверь пусть она охраняет ваш семейный очаг я желаю здоровья вам здоровья вашим детишкам радуйте всех нас своим творчеством и несите тот свет божественный свет который вы несете свои своим творчеством своей жизнью спасибо вам большое будем стараться спасибо господи вы смотрели еженедельную музыкальную программу канон я ее ведущий александр крузе прощаюсь с вами увидимся через неделю на телеканале союз всего вам доброго а